Фильм насыщен музыкой просто, мне кажется, максимально. Там есть и пи-арт, и очень много инструментальной музыки, и современной десятилетней давности музыки, диско и все, что угодно. Это, конечно, поразительно. То есть мы слышали вашу музыку на титрах. Первое появление — это с появлением Фани Ордан, такое короткое камео. Потом, когда герой Тони Сервилла приходит на фото-выставку, состоящую из ежедневных фотографий, и, по-моему, впервые вообще попадает под обаяние современного искусства. И в следующий раз, когда вот эти аристократы на прокат возвращаются домой, и принцесса идет по своему, уже не своему замку, а по музею, чтобы послушать аудиогид про собственное детство. То есть такое абсолютно ностальгическое, автоархеологическое погружение. Мне кажется, вот ваша музыка как раз продлевает вот эту тему в фильме. Вы помните, как к вам пришли продюсеры или авторы фильма? Как это было? Ну, понимаете, тут такая вещь. У меня музыки к фильмам больше, чем к 50, написанной фильмом, да, но как-то, ну, может, там и очень хорошие, даже замечательные, но вот как-то прикоснуться вот к великому, так сказать, мне удалось вот, пожалуй, один раз так вот по-композиторски. Второй раз, первый раз, это даже не совсем композиторская работа была, это в «Сталкере» меня пригласил Леша Артемьев, где я там играю с Олой на флейте. Вот это тоже моя гордость. Это вот прикосновение к таким фундаментальным вещам. Но здесь, значит, получается так, что эта же музыка специально не написана для этого. В принципе, она была написана давно, и потом, значит, я долго сотрудничал с «Кронус-Квартетами», с Дэвидом Харрингтоном, он попросил сделать переложение вот этой моей давнешней вещи для «Квартета», и потом, значит, как-то сыграла какая-то была годовщина, очередное крушение близнецов в Нью-Йорке, и вот они сыграли эту вещь, и после этого просто она обрела какую-то такую неслыханную популярность, как плена Сагенского. И в этом смысле, как-то вот в этом уже качестве она попалась, вот, наверное, на слух Паула Сарентина, и вот он ее, ну, это моя, конечно, просто, понимаете, это везение такое. И, значит, если говорить вот о том, о чем вы говорите, конечно, это тема великой красоты, да, вот, но теперь тут надо, если можно, я тут кое-что скажу вот по этому фильму, как я понимаю, действительно, понимаете, это фильм про всех нас, потому что великая красота, вот так, как ее понимает Паула Сарентина, и так, как он ее показывает, это просто режим конца света. Но, понимаете, мы так думаем, что конца света – это что-то такое катастрофическое, это какая-то ядерная катастрофа или извержение Вилл-Штонского, там, этого самого вулкана, то есть это что-то моментальное. А это Фредерик Джеймисон определял апокалипсис интересным таким образом, тихий апокалипсис и нежное дуновение бриза. То есть, понимаете, тут получается так, что не человек прощается с миром, и даже не какой-то народ и какая-то цивилизация, уходя из мира, прощается с миром, а сам мир прощается с миром. И поэтому здесь все исполнено такой нежности, ностальгии, которую вообще даже трудно, наверное, представить, и которую можно ощутить только в Италии, которую может создать только итальянец. И, знаете, вот, наверное, не случайно, я воспринимаю этот фильм, но все вот эти герои, тут еще надо, конечно, за всеми, это такая совершенно изумительная литературная вообще конструкция, что здесь происходит с текстами, но лично я воспринимаю этот фильм и вот этих героев великой красоты. Это просто постаревшие герои святкой жизни. Но если в святкой жизни это вот такое какое-то безграничное бесстыдство вот этих оргий, но оно тоже прекрасное, барочное, потому что если там люди сокупляются, то они это в фонтане Треви или в каких-то таких заброшенных палацах роскошных. Там вот есть это безумное какое-то дикое роскошество, неиздерживаемое. Вот здесь у Сарантина это уже скорее такое барокко, уже такое угасающее, как у Пиранези, вот эти развалины, руины. Вот, и действительно вот эти герои, все герои практически, особенно главный герой, ну, в общем, это как бы вот постаревшее маршаловое настроение и сразу же в двух фильмах и в святкой жизни, и восьми с половиной. И вот что мне здесь очень кажется, тоже важный такой момент, я хотел бы сказать. Вот здесь очень важен этот финал, из которого, значит, люди начинают уходить. И он важный не потому, что тут звучит как раз тоже вот эти заповеди благородные, а по-другому. Вы понимаете, значит, для этого, для того, чтобы вот все, как сказать, вот фундаментальность этого финала почувствовать, надо вспомнить финал восьми с половиной. Если вы помните, значит, восьми с половиной кончается так, что люди берутся за руки и начинают вот танцевать этот, значит, такой хоровод какой-то, бесхитростный хоровод, а маленький мальчик, это Гвидан Цельма, превратившийся в маленького мальчика, играет на флейте. И фильм кончается так, что вот этот свет постепенно гаснет, хоровод уходит, мальчик уходит со сцены, и остается вот такая пустота. Каждый раз, когда я смотрел, значит, вот этот фильм, я его смотрел бесчисленное количество раз, а что дальше, что возможно? И вот, мне кажется, сейчас Павел и Сарантино отвечают двумя какими-то вариантами. Во-первых, вот один такой совсем бесшабашный, вот этот хоровод, это вот эти самые римские паровозики, самые лучшие паровозики в мире, потому что они никуда не едут и никого не везут. Это, безусловно, здесь чувство, то есть это одна из сторон вот этого финала, куда уходит финал восьми с половиной феллини, я имею в виду. А второй финал, то есть второй вариант этого ответа, это вот скольжение по Тибру вдоль этих прекрасных берегов под эти заповеди богоженства. То есть это, понимаете, действительно великая красота, прощание мира с самим собой. Эту красоту мы больше уже, очевидно, никогда не увидим, но вот в этой красоте есть такая сгадостность, которая никогда не была в самые такие цветущие мгновения мира там, потому что здесь есть эта ностальгия. И вот все тексты, которые мы слышим и читаем, они говорят об этом, что человек, который искал великую красоту, он ее, в общем-то, не нашел. И как бы фильм кончается, а получается, что Сарантина находит это продолжение, и в этом смысле это великое продолжение феллини двух этих, этих фильмов. Именно этих двух фильмов я имею в виду Сладкую жизнь и Восьмой с Погодой. Да, причем Сладкую жизнь Батриар называл после Оргии, тут как будто бы сильно после Оргии, потому что я впервые заметила, что город почти всегда пустой, несмотря на то, что, казалось бы, все вообще пышет, жизнь, да, это красота, увядание, несомненно, но, тем не менее, почти всегда пустой город. То есть герой еле-еле кого-то встречает и говорит, что лучшие люди в Риме это туристы, то есть это действительно какой-то совсем упадок-упадка. Ну да, ведь тут еще замечательное начало, что человек, турист, японец, практически он умирает от красоты, ведь потому что красота – это нечто такое, что невозможно вынести, но уже европеец не может этого понять, это может понять только, наверное, экзотический японец. И действительно, вы очень правильно подметили, что здесь вот практически весь город, или, значит, после рассвета они идут с какой-то такой усталой оргии, которая уже не совсем даже оргия, или, значит, это какой-то совсем поздний вечер, то есть он все время идет один. Вот это, конечно, тут, понимаете, тут еще происходит такое смешение, кстати говоря, Феллини с Антониони, если так можно сказать, так что это очень итальянская вещь, и, понимаете, вот когда Италия там дважды себя показала как бы в истории, ну, может, она и больше себя показала, но я имею в виду во времена великой проторенессанса и ренессанса, там, 13-14-15 век, да, и вот здесь, и здесь сказаны очень такие важные вещи. С одной стороны, вот то, что Феллини показал вот эту барочность, вот эту барочную оргию с фонтаном Треви, там, и так далее, а с другой стороны, Антониони великий финал затмения, да, где два влюбленных человека договариваются о встрече и не приходят, и мы видим, вот вся жизнь на этой площади протекает как бы при них, потом она замирает, потом никого не остается, сумерки, как критики называют эту балладу вещей, то есть там вообще людей нету, и вот мне кажется, что Сарантино, он какой-то вот титанический такой шаг сделал, что здесь как бы смесь вот этих идей Феллини, вот этих великих финалов Феллини и Антониони, и здесь он как вот дал им новую жизнь. При этом фильм, я как-то забыла об этом, потому что я 10 лет назад его смотрела, он очень смешной, то есть вот судя по... Простите, что... Очень смешной фильм оказался, я как-то об этом забыла. Вот это, да? Да, судя по реакции зала... Нет, он не очень, он просто крайне смешной, да, потому что, то есть, ну, как вам сказать, вот эти диалоги построены просто, ну, не столько, что мастерски, это великие, вот этот же литературный текст, его можно читать, да, вот, и он он очень обличительный и, как бы сказать, такой почти что журналистский, то там обсуждаются какие-то идеи, ну, как сказать, которые как бы лежат на поверхности, ну, почти что журналистский, но... И они смешные, да, потому что, в общем-то, все эти люди, они смешны, в общем-то, это все... Вообще-то, это почти что фарс, вообще-то, это все почти что фарс, но, понимаете, значит, и даже просто может быть фарс. Потому что все, особенно фарсы со смертью здесь, вообще все это развенчивается, вот религиозные все вот эти самые, короче говоря, но вдруг откуда ни возьмись, вот это очень важная вещь, из этого фарса вырастает очень какая-то ностальгическая и серьезная вещь. Кстати говоря, опять-таки это не только благодаря мне, но благодаря вот этому музыкальному подбору, потому что здесь и пиарты, другие вещи, то есть она, понимаете, здесь вот, кстати говоря, вот музыка в фильмах играет очень иногда очень большую роль, потому что, значит, если мы вспомним того же Феллини, если мы вспомним финал восемь с половиной, то без Нинарота не было бы этого финала, не было бы этого финала, да если бы это все было визуально. Вот музыка, или там, допустим, тема Маркор и так далее, то есть здесь вот музыка играет такую же роль. И мне кажется, что здесь вот получается какая-то бездонная глубина, потому что фильм, ну, он, ну, вот с арестом этого самого мафиози там, или это вот масса-масса-масса вот этих вещей, вот этот говорливый кардинал, который кулинар такой, да, ну, кажется, это уже буфонадные вообще такие сцены, но, понимаете, вот эти буфонадные сцены, они не переходят того, как сказать, той грани, когда это начинается вот в такой фарс. Да, и там же очень много пародий, та же пародия на Марину Абрамович, и мне показалось, что она перекликается вот с тем, что вы говорили в своей последней книге как раз, критикуя ее, как раз вот эту ее ностальгию по времени, когда художник старался произвести какой-то месседж, который от него ждали. Понимаете, тут трудно сказать, наверное, нельзя сказать, что это критика, да, это просто некоторый диалог такой, да, потому что, ну, просто говоря, если говорить о Марине Абрамович, ну, я бы не стал ее критиковать, но в полемику какую-то вступил, и, конечно, здесь это все есть, конечно, вот это современное искусство, тема современного искусства, современной литературы, вообще место, то есть, понимаете, значит, если разбираться литературно, это очень глубокий текст просто всего, даже не визуальный, а литературный, потому что здесь масса таких высказанно-полемических вообще вещей просто, если мы будем, просто, наверное, очень интересно прочтать сценарий как сценарий, просто как литературный текст, вот, но, конечно же, вот, чем итальянцы, конечно, все сильны, вот это, у них вот эта визуальная часть начинает пересиливать вот эту хитроумную литературность, и получается вот нечто такое, третье или там, пятое, даже не знаю, какое. Да, передо мной сидела девушка, она весь фильм снимала, и она снимала вертикально, и это очень сильно обрезало кадр, я думаю, господи, люди снимали в другом формате, там все обрезано, все-таки 10 лет назад экранки снимали по-другому, было больше уважения к художественной части. Раз уж мы все время вспоминаем Феллини, я уж не знаю, насколько это правда, но Нина Ротто говорил, что он даже целиком не смотрел фильмы, что он просто действовал от пересказа Феллини и вот так писал музыку. Мне интересно, как вы работали, потому что у вас действительно больше 50 фильмов именно написанной композиторской музыки. По какому принципу вы работали, как вы работали? Нет, знаете, есть совершенно разные режиссеры, которые работают с совершенно разными методиками. Есть режиссеры, прежде чем начать работу конкретную с композитором, это надо долго с ним сидеть, иногда выпивать, долго разговаривать, обсуждать характеры, там какие-то интересные, в общем, философскую подоплеку, да, есть такие. Вот такой режиссер был, Абдрашитов, да, к сожалению, Мунаши, да. Кстати, вот Прошкин там такой же режиссер. А есть режиссеры, которые говорят, это не важно, вот мне не важно, чтобы вы знали под ногу, вот есть картинка, вот под эту картинку мне нужна музыка. Именно вот вы не знаете, что было до этой картинки, что было после, вот так, да. Так что это всегда по-разному, в общем, да. Но, конечно, большинство режиссеров любят поговорить, любят рассказать. И прежде чем вот допустить композитора к чему-то написанию, вот они будут по несколько раз там встречаться, может, там за месяц, и вот они будут там говорить, говорить, говорить. Вот так что это, допустим, это не кинорежиссер, но, допустим, вот Любимов, Юрий Петрович, с которым я тоже много работаю, он не просто говорил, значит, он просто брал вот эту пьесу, которую делает, и читал. Вот это надо было все выслушивать. Он ее раз прочтет, два прочтет с выражением, там, с какими-то ремарками. Вот. Ну, а есть такие, а вот, допустим, с Васильевым мы вообще там даже не говорим о том, как, чего делать. Он просто говорит, мне нужна музыка, вот все там. Кстати говоря, так же Тарковский поступал с Артемием. Вот. И он слышал музыку уже практически только на записи. Если бы он не нравился, он просто снимал, и все. Тарковский еще говорил, что он использует музыку тогда, когда он чувствует, что сам не дотягивает эмоционально кадр. И мне кажется, в этом как раз парадоксальна его близость к голливудскому подходу, при том, что, например, изенштейновский подход, вот то, что он вместе с Пудовкиным обозначил в манифесте, что музыка должна работать на контрапункте. Музыка и звук тоже, и шум. Они должны добавлять в кадр то, чего там нет, но что должно быть. Вот какой подход вам ближе? Нет, ну не знаю. Вот допустим, если там вы берете эмоциональный подход, то, что там в Александре Невском, или для меня это вообще совершенно чуждо, это опера. Вот, но для меня, конечно, вот подход Тарковского, который диаметрально все-таки этому противоположен. И вот, кстати, если мы сейчас уже о Тарковском там говорим, один из лучших для меня примеров киномузыки вообще, как говорится, всех времен и народов, это опять-таки в Сталкере тот момент, когда они въезжают в зону, когда вот это перестукивание колес вдруг перерастает в еле заметные вот эти звучки какие-то электронные. Вот действительно, это вот настолько вот, это действительно вот вопль такой, киномузыки, то есть шедевр. Ну, с другой стороны, есть такие композиторы, как Морикона, который вот тоже вот гениальный кинокомпозитор, который совершенно другой мир. Раз он уже пишет вот эту губную гармошку, так он ее пишет, в общем, да, это губная гармошка, которая, в общем, из тепереста их утюгов звучит, и это правильно. Так, у нас есть несколько минут на пару вопросов. Если есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку. Я замечу, что мне кажется, я очень хорошо помню эту сцену в Сталкере, мне кажется, она поразительна еще тем, что это действительно переход от какого-то диагетического звука, который выходит из канвы повествования, и он вдруг переходит в что-то странное, и главное, ты не можешь понять источник этого звука за счет того, что он электронный. То есть ты попадаешь действительно в пространство зоны абсолютно как бы такое бесчеловечное. Ну, совершенно верно. Это вот такая просто великая находка какая-то взаимная. И вот в этом смысле Артемьев, у него есть еще ряд таких находок, но это самое удачное, что он, по-моему, в кино так сделал. Я, похоже, только у, может быть, у Йохана Йоханссона слышала вот в каких-то его вещах для фильмов «Прибытие», например, когда он как раз делал те части музыки, которые отвечали за инопланетян. Потому что Макс Рихтер отвечал за человеческую сторону, а Йоханссон как раз вот эти дроны его абсолютно непонятны. Нет, ну если подождите, мы уже так заговорили о музыке кино, просто невозможно не вспомнить версии фон Триера с «Меганхолии», где он просто сделал клип из «Тристана и Зольты». Ну вот тоже такой подход, такой пример надо вспомнить. Прошу прощения, Владимир Иванович, спасибо вам огромное за то, что вы пришли и за то, что вы сейчас сказали. Вот у меня были одни мысли во время просмотра. Вы просто внесли очень существенные и важные уточнения, и изменился просто взгляд на общий смысл картины и на смысл конкретно вашей музыкальной темы в этом фильме. Но сначала я бы хотела внести уточнение маленькое по поводу сталкера. Там вот в этом месте, где въезд в зону, там не просто звучат вот эти вот звуки вот этой дрезины, которые трансформируются. Там же еще и звуки на помехах, как бы радиопомехах, звучат обрывки таких классических шлягеров. Для Тарковского было важно, чтобы вот показать вот эти следы цивилизации, которые уже разрушаются, именно следы. То есть вот ушла душа культуры, остались вот эти ее следы, такая музыкальная археология. Мы там слышим что-то у Вертюра к Тангейзеру, что-то еще там было. Вот, но это прошу прощения, просто немножечко, это тоже мой перфекционизм. Вот прошу прощения. А вот по поводу сегодняшнего фильма, я когда смотрела, вспоминала последний концерт, который слушала, даже не могу сказать, что слушала. Я в это просто ушла. Это был такой полный восторг, единение всего зала. Это в концертном зале Чайковского, музыка Сакра Нова, последний концерт цикла, Филипп Чижевский, коэста музыка. И завершалось все это вашим апокалипсисом Иоанна Богослова, ей гряди Господи Иисусе. И, конечно же, там исполнялись еще и блаженства, но в другом концерте. Вот то, что мы испытали, это было единение всего зала. Люди вообще не хотели уходить. Вот просто спасибо вам за свет, который вы дарите своей музыкой и вашими высказываниями очень глубокими. Вот в наше время, вот о котором этот фильм, это время, когда люди позабыли о смысле, когда все, абсолютно все, становятся поводом для ерничества, для иронии, для игры, для какого-то цинизма. То есть в это время вы и другие люди глубокие возвращаете нас к смыслу. И вот что сегодня у меня было, какое ощущение, когда я смотрела и слушала. С одной стороны, я вспоминала Тарковского страсти по Андрею, Андрея Рублев, когда вот эта вот сцена в гречишном поле, когда идут Андрей и Даниил Черный, и Андрей говорит, страшный суд, страшный суд, праздник, праздник. И вот тогда у него рождается вот эта вот замечательная фреска. И я помню ваш вот этот финал Апокалипсиса Иоанна Богослова. Но для всех, кто шапошно знаком с этим текстом, это что-то такое страшное, тяжелое, мрачное, хотя на самом деле это очень светлый текст. Это через тьму. А вот... Да, прошу прощения. Простите. Просто я хотела сказать огромное спасибо вам, Владимир Иванович, за то, что вы нам это все подарили. И хотелось бы... Ну, собственно, просто... Мой вопрос... Да, спасибо. Простите, друзья. Вот вопрос... Вот действительно ли была такая задача у режиссера, когда он обращался к вашей музыке, напомнить, как бы вывести... противопоставить, что ли, вот этому миру, который утратил смысл, вот показать ему... показать, что через вот эту красоту, через вот это наследие культуры, посреди которого живут эти люди, как бы не видя ее, не замечая ее, все-таки вот эти вечные смыслы, они прорываются. И несмотря на все происходящее с нами, есть надежда. Спасибо. За Сарантина я не отвечу, конечно. Просто два момента. Отмечиваю, вы очень правильно сейчас сказали по поводу Сталкера, что там вот эти звучки, но, кстати говоря, значит, там это у него концепция, ведь какая... Там есть визуальный этот момент, когда вот этот поток воды, под ней лежат фотографии, какой-то мусор лежит. То есть вот этот цивилизационный мусор, собственно, это вы правильно говорите. И, собственно говоря, вот этот цивилизационный мусор во многом... Вот эта самая великая красота есть. Но, понимаете, из этого цивилизационного мусора есть, в общем-то, выход. Но только, понимаете, он... Вот тут надо сказать... Мы с Сарантино не беседовали, не знаю, да, но судя по фильму, да, что фильм кончается, говорят, я не нашел... Я искал великую красоту, но я не нашел. Фильм кончается. И потом начинается. Вот новый фильм просто когда... Понимаете, это примерно то же самое, если мы вспомним Тарковского, Андрея Рублева. Фильм кончается, там иконы, потом иконы смываются, а потом просто кони под дождем. В принципе, это вот примерно такая же вещь. Но уже там человек... Обратите внимание, здесь человека нет. Поэтому, значит, апокалипсис иногда воспринимается как что-то ужасное, награбожение ужасов, кошмаров и так далее. А вообще-то апокалипсис — это праздник, он кончается. Ей гряди, Господи, Иисусе. Это сколько можно терпеть вот это все, что мы терпим, потому что это все кончится. И кончится вот самое... Мы ждем этого. Но тут по-другому сказать. Если мы берем какую-то русскую, такую российскую авангардную традицию, это Веденский, это звезда бессмыслица. Она без дна. И мы сейчас живем в этом пространстве. То есть это звезда бессмыслица, мы сейчас уже в пространстве бессмыслица. Не надо создавать... Не надо стремиться к поддержанию старых смыслей. Вот Хлебников сказал, вы из земли хотели кай, из грязи, из песка, из глины скрепить устои законы, чтобы снова жили в гостилины. А эта синяя доска, этот синий загодея, небо имеется в виду, твердилась отвагой детской, твердилась отвагой дерзкой. Вы в детской роде людей. Вот мы, понимаете, мы в детской роде людей. И, собственно говоря, фильм «Сарантина» об этом. То есть, собственно говоря, мы когда плывем по этому Тибру, мимо этих берегов, мы не плывем уже обратно в Италию, мы плывем в новое, так сказать, пространство человеческое. Там, где не будет таких людей, как мы уже, не будет этих старых смыслов. И, собственно говоря, апокалипсис заключается именно в этом. В чем смысл апокалипсис? Апостол Павел тоже говорил, не все умрем, но все изменимся. Вот очень важно измениться. И, собственно говоря, фильм, опять-таки, «Сарантина», он об этом тоже изменение. Хотя мы видим, что сам фильм, он вообще-то очень безнадежный, с одной стороны. Потому что, действительно, все умирают. Его друг разочаровался, уезжает из Рима, там умирают люди. Ну, все, да? Кажется, все кончено. И, в принципе, он и будет безнадежный, если мы будем цепляться за этот город, а какой ужас, вот этот человек так плохо кончил, этот вообще погиб, этот уехал, разочарованный. Но вот остается вот эта, какая-то надежда, пускай она призрачная, скользить по Тибру между вот этими прекрасными берегами, не задерживаясь на них, очень важно, да? И вот это поиски, вот еще раз, как сказать, Хлебниковскую строчку прочту. Я как-нибудь проковыляю пару пустынную, пока не соберутся люди из светила, в общую гостиную. Люди из светила должны собраться в общую гостиную. И, собственно говоря, вот Сарантин, фильм к этому и плывет. Мы еще не вошли туда, но вот туда он ведет, по-моему. Да, там и есть такая фраза, что нам делать, когда мы в отчаянии, собираться, смотреть друг другу в глаза и смеяться, по возможности. Еще вопросы, если у кого-нибудь есть, пожалуйста. Добрый день. Спасибо вам огромное за то, что вы сделали. Вы знаете, я смотрел за последние 10 лет этот фильм «Раз пять» в кинотеатре. И три первые раза вы с Сарантино заставили меня на титрах плакать. Это было с этим совершенно невозможно справиться. Вы, когда это делали, вы понимали, что вы участвуете в каком-то великом совершенно проекте? И были какие-то детали работы с Сарантино интересные? Ну или просто, что на память приходилось? Нет, смотрите, сознание этого было, но оно не сразу пришло, просто потому, что ведь мы с ним не общались, а общались только с группой. Там было просто обсуждение, там был выбор, или же это вокальную взять версию, или вот эту, квартетную. Вот. И, собственно, и даже пока я вот этого не видел, в общем-то, такого сознания, прикосновения к великому не было. Но когда я это увидел первый раз, тут все у меня тут, как сказать, тут я понял, куда я влип, так вот, ну, благодаря судьбе. И, в общем, действительно, это вот, ну, какое-то безумное везение, но общения с ним у нас как бы вот не было совершенно. Притом, эта композиция два года спустя еще получила Грэмми в рамках сборника, записанного в Техасе. Ну да, 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 но это уже хоровая версия, там, да, да, да. Добрый вечер. У меня, соответственно, вопрос, вот как раз-таки из вашей последней реплики, о том, что вы говорили с группой. Не секрет, что в фильме все-таки главный герой очень много фантазирует, и, ну, многие критики, я много читал информации о том, что есть прям целый культ людей, которые считают, что половина фильма это его фантазия, то, что он напишет в романе, то, что не есть на самом деле. Обсуждали ли вы с группой, например, то, что ваша музыка будет звучать только в том, что, как Сорентина считает, происходит на самом деле, а не в голове главного героя? Нет, таких тонкостей уже, конечно, нет, тем более, что, понимаете, тут вот эта путаница, что происходит на самом деле, и что происходит в голове героя, да, потому что, ну, вообще, это, понимаете, сейчас, наверное, не надо, это очень такой важный вопрос, но ему надо вообще посвятить вообще целую, да, просто, ну, как сказать, встречу, потому что, значит, что происходит в фильме, происходит ли это только в голове героя, да, но это, понимаете, опять-таки, это вот фелиневская идея, то, что восемь с половиной, что там происходит-то вообще, это происходит в голове Гведанцельми вообще, да, или это происходит на самой, на самой, то есть, это все время путается, допустим, там встреча его жены и любовницы, когда там они воркуют, да, и на самом деле он женой, там, отвернувшись с постели, спит, то есть не спит, а, ну, понятно, то есть, понимаете, тут настолько все перемешано, что, наверное, нельзя разделить вот это происходит на самом деле, а это, то есть, тут, как сказать, более тонкое здесь, тут нет на самом деле и нет в голове, да, чего-то, это вот настолько, реальность, она гораздо шире, она и там, и там, ее нельзя разделить. Вообще, как можно сказать, что происходит на самом деле. На самом ли деле то, что происходит у тебя в голове, или то, что происходит в быту. Поэтому, мне кажется, вот этот вопрос, он такой дискуссионный, но просто, мне кажется, ошибочный, потому что вообще нельзя разделять, опять-таки, повторюсь, то, что происходит на самом деле, то, что происходит, то, что хотел написать автор. Книжка не написанная. Кстати говоря, обратите внимание, что герой «Святка жизни», он тоже, он написал какую-то, он так и не написал эту книжку. То есть, понимаете, значит, вот эта тема ненаписанной книжки, она очень важна. То есть, вот эта книжка ненаписанная и, может быть, не будет написана. Вот «Восемь с половиной», «Святка жизни» кончается очень пестимистично, потому что она вроде бы и не может быть написана, потому что этот герой Марчелло, он такой, что уже и не напишет ничего, он в пьяном виде прощается с этой девушкой и уходит. Совершенно в непотребном виде, допустим. Но вот, опять-таки, как вам сказать, вот «Великой красоте»… Вы понимаете, в чем, может быть, чудо «Великой красоты»? То, что он переводит вот это совершенно безграничное бесстыдство «Оргии с «Святкой жизни», оно действительно безгранично бесстыдное, барочное. Он ее переводит в какое-то может не всепрощающее, но всепонимающее «Великую красоту». Тут вот эти «Оргии», как бы вот это все безобразное, неприятное, оно действительно каким-то образом превращается вот в эту самую «Великую красоту». «Великой красоте» нельзя делить. Вот это на самом деле. Вы понимаете, вот и фильм, вот там «Святая лезет по лесенке», по этой самой, да, а он вспоминает тот момент, когда девочка, его любимая девочка, показала ему грудь, да. Практически, что здесь на самом деле, что выдумано, а получается, что это равноценные события, то есть вот этим окончается, да. Опять-таки повторюсь, «Святая лезет», вот это совершает чудовищный подвиг какой-то, а девочка показывает грудь, это тот момент, который вот держит его всю жизнь. Поэтому где что, вот в этом-то великая красота. Великая красота – это великий секрет, великое чудо, о котором нельзя сказать, где оно есть, а где его нет. Еще вопросы? Всем добрый вечер. Меня зовут Алина. У меня ряд вопросов по череде сцен из фильма. Помогите, пожалуйста, вот понять для себя, что вообще они значат. Джеб сказал, что на похоронах нельзя плакать, нужно отдать, как бы, эту возможность родственникам. Но сам при этом очень сильные эмоции потом испытывал. Романа не видела моря, но почему-то солгала и сказала, что она видит море на потолке. И почему после всех этих сцен потом Романа умирает, Рамона, извините, и после этого играет английская песня. Тоже вот почему-то у меня возникает очень такой большой вопрос, почему вдруг на английском языке. Вот. Это что касается сцен. И потом, Владимир Иванович, к вам вопрос. Почему, как вы думаете, ваша музыка, вот этот вот главный саундтрек, он играл именно в тех моментах, в которых он играл. То есть когда вот мадам шла по лестнице, когда показывали фотографии одного человека. Как вы видите, ну, я понимаю, что это великая красота, то есть это, об этом нам говорят, но почему именно эти сцены, как вы думаете? Почему там ваша музыка? Ну, знаете, сейчас так очень много, так сказать, приходится отвечать, наверное, на все просто невозможно ответить, особенно, вы понимаете, ну, как его можно обвинить в каком-то, как сказать, жульничестве, да, потому что он говорит одно, а потом именно это и делает, да, там, вот, то есть, понимаете, здесь как раз, в принципе, наверное, вот опять-таки, вот секрет чуда этой великой красоты, потому что, как бы понимание есть, но оно расходит все время с реальностью, но это не значит, что-то реальность, да, потому что, вообще-то, в принципе, он сказал правильная вещь, как бы, да, насчет похорона, в общем-то, правильно, как бы все, но поступает совершенно, ну, вопреки этому, это, в общем, один из самых фарсовых таких моментов, сейчас не будем, там, это, опять-таки, понимаете, это то, что вы сейчас задали вопрос, это очень надо, сейчас просто нет времени заниматься, а теперь вот то, что касается, вот, вот, этих сцен, где музыка, все-таки, мне кажется, опять-таки, я не говорил, с Павелом, Варси Гарантина, но вижу по, вот, ну, по структуре всего фильма, что, понимаете, вот всегда есть, наверное, некая ключевая тема, да, то есть, тем может быть много, но вот одна тема, которая открывает, все остальные темы, как бы, ну, там есть просто прикладная музыка, там, допустим, там диско, там вот все, что-то есть, или вот эта песня похоронная, это, как сказать, ну, я имею в виду, но это, как сказать, такая, вы знаете, вот ни у кого, наверное, из европейцев нет вот такой пронзительности, как там у Доланда, вот, ну, этих самых, ну, композиторов 16-18 века, и мне кажется, опять-таки, у Сарантина очень такое чутье, вот он понял вот эту, как бы, понимаете, вот у Баха это уже такая трагедия, там идет, понятно, да, а у, значит, у англичанца, да, вот, особенно, если вы Доланда послушаете, или консорты, их там, вот, там вот есть этот какой-то, действительно, скорбь, но очень такая меланхоличная, и здесь вот удивительно, правильно подобрана эта вещь, да, то есть могли бы там из хамольной мессы, чего-нибудь там, или из реквима Моцарта, не дай бог, там сделать, да, тогда это было в лоб, а здесь это очень получается, с одной стороны, теперь вот, что касается, вот, мне кажется, что вот эта тема, заповеди блаженства, она здесь действительно ключевая получилась, не, опять-таки, понимаете, ведь получается так, что, это же тоже мелодия, не моя, это не совсем моя, она обработана, и изменена, это мелодия, это вообще, значит, это духовный стих, и понимаете, ну, это как бы вот взять икону, сделать икону, и мне кажется, что Соррентина как раз это очень хорошо почувствовала, что, понимаете, вот эта музыка, значит, заповеди блаженства, она в принципе отличается от всех других музык, которых она, то есть там, которую ее окружает, не по какому-то своему качеству, и то, что она, а потому, что она близка очень к, ну, к иконописи, что ли, да, то есть это все равно, что вот там показать, там Франжелика, там, или что, что-то такое, да, то есть она сохранила вот эту каноничность, ну, древнерусского распевы, что ли, сказать, и мне кажется, как раз он это угадал, и в общем как-то вот, мне кажется, вот как-то вот так получилось, поэтому и получилось, что это ключевая как бы тема, так сказать. Спасибо. Интересно, что вы заметили сцены, они все, в общем-то, построены на парадоксе, и мне кажется, поэтому в зале было так много смеха, это же всегда, ну, не всегда, но часто это был смех от неожиданности, то есть Сарантино в этом плане очень хорошо балансирует, вот там есть какой-то, там много, допустим, герой циничный, но тут вдруг мерцает что-то очень человечное, и он в каждой сцене переходит там от плюс к минусу, от минусу к плюсу, в этом плане там все очень точно построено. У меня буквально еще один вопрос, но не по теме. Владимир Иванович, когда у вас ближайший концерт? И будет ли он? Нет, ну, теперь только вот в сентябре, вот второго там в заряде должно быть, потом девятого в Питере, ну, в общем, сейчас нет, только в сентябре уже теперь. Извините, пожалуйста, я хотела дополнить ответ по поводу вопроса девушки первого, по поводу того, почему, собственно, Джеб Гомбарделло сначала говорит, что на похоронах не стоит отнимать роль плачущего у действительно скорбящих, а потом сам, собственно, не может сдержать эти эмоции. Ну, собственно, Владимир Иванович и Юля уже озвучили главную мысль про парадокс, и у нас был премьерный показ фильма в киноцентре «Октябрь» на Арбате недавно, и там тоже звучал этот вопрос. Действительно, для многих зрителей это такая непонятная вещь, и кинокритик, который разбирал этот фильм, Александр Шабанов, он довольно просто это объяснил, что Джеб Гомбарделло, он же зачастую на людях старается вести себя как такой уверенный в себе максимальный человек, который не сомневается ни в чем, что он считает истиной. И, конечно, он не смог сдержать эмоции, потому что он почувствовал вину, потому что он понял, что по большому счету может быть все могло бы закончиться для этого юноши по-другому, если бы он проявил к этому парню действительно внимание, когда его подруга просила поговори с моим сыном, ведь ты имеешь на него какое-то влияние, и он просто понял, что он был, возможно, неправ. Вы знаете, ну да, вполне возможно, я могу согласиться, но здесь есть такой момент, что если бы он где-то плачет, плачет публично, то есть он стоит перед публикой, и трудно сказать, что он настолько не может сдержаться, что в принципе, наверное, то есть, понимаете, мне кажется, что его фигура гораздо сложнее, потому что ведь иногда он ведет себя просто откровенно по-хамски, то есть, наверное, нельзя говорить женщинам такие вещи, которые он там говорит, они уничтожают просто и женщину, и художника, а он это говорит, то есть, ему вообще, то есть, этот человек, он себя хорошо рекомендует, это человек, который может испортить любую вечеринку, то есть, он король вечеринок, потому что он может любое испортить, так что, понимаете, это тоже такая, это, в общем, это Марчелло в какой-то степени, я имею в виду, восьми с половиной, но постаревшее, он уже не такой резкий, не такой, как сказать, ну, энергичный, но это, в общем, у него это есть, это вот тот самый герой, по-моему, все-таки, я хотел сказать, что вот все герои, они постаревшие, герои с гадкой жизни, вот мне кажется, здесь вот у него это есть, просто достаточно вспомнить, что как вот тот же самый герой с гадкой жизни ведет себя в разных случаях, там, и вот с чудом, с детьми, с Богородицей, там, ну, вообще, и с самоубийством вот его, этого друга, то есть, масса, масса, масса вот этих вещей, которые вот, для того, чтобы понять вот этот фильм, надо понять, мне кажется, и героя с гадкой жизни. Еще, наверное, последний или предпоследний вопрос. Пожалуйста. Владимир, мы пишем просто. Владимир Иванович, большое спасибо за сегодняшний вечер. Меня зовут Анна, я музыковед-фейклорист, и вот когда вы сказали, что исток этого саундтрека это духовный стих, мне стало сразу очень интересно, вы не могли бы рассказать, какой стих. Вот, и кроме того, я пользуюсь случаем, передаю вам большой привет от нашего учителя, Андрея Сергеевича Кабанова, с которым вы ездили в фольклорные экспедиции в консерваторию, если помните. Ну, как мне помнить? Помню. Нет, ну, мы с ними не только ездили, потом, в общем, короче говоря, в общем, нет. Нет, значит, ну, что касается, просто понимаете, это действительно, это стих 17 век, это действительно заповедь блаженства, ну, как бы это есть заповеди блаженства, которые распевают на знаменном распевом или которые в церкви, а это именно стих, который распевается не в церкви, а, ну, как сказать, в быту. Собственно говоря, чем отличается такое церковное, литургическое, богослужебное пение от духовного стиха, то духовный стих, он поется, ну, в бытовой обстановке уже, выйдя из церкви, хотя тексты литургические бывают. И, в общем, этот текст, опять-таки, я его не сам там нашел, это, опять-таки, по заказу Андрея Котова, наверное, вы тоже знаете такого человека, если Андрей Кабанов, Андрей Котов, то есть, в общем, это все, там, Чуров, ну, в общем, сейчас не будем всех вспоминать, но, в общем, с Котовым очень много работали, и, ну, по его просьбе я очень много чего делаю, и, в общем, это вот он попросил поработать с этим стихом, и вот там, вот вышел, а потом этот стих уже перешел в руки Кронос-Квартет, так вот, а потом уже Сарантин. К сожалению, нам нужно заканчивать. Спасибо огромное. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ